В 1475 году в Москву в посольский приказ доставлена загадочная рукопись и Гаверскова отправился в Индию. Сравнивая записки русского странника с книгами иноземных путешественников, государев Дек убеждается, что Афанасий Никитин, один, пройдя полмира, добрался до сказочной Индии. Но что ищет он в неведомой земле? Три года странствует Афанасий Никитин по индийской земле и с поразительной точностью отмечает свой путь. Но ничего не говорят дьяку Мамареву название городов незнакомых. Не было тогда на Руси карт Индии. И вот что особенно важно было выяснить государеву дьяку, блуждал ли все эти годы по Индии Тверской купец. Или у него был точный план, заранее разработанный маршрут. Только теперь, отмечая на карте все вехи хождения Афанасия Никитина, мы можем разгадать эту загадку. Итак, весной 1469 года на парусном судне Таве приходит Тверской купец в индийский порт Канбаат. Почти все города, упомянутые в хождении за Три моря, сохранили свои старинные названия. Правда, записывал их Никитин по-своему, как слышал. Чувиль – это нынешний Чаул, Бедерь – Бедар, а Канбаат – Порт Камбай на западном побережье Индии. Из Персии, из Берберии, из Эфиопии приходили в комбай корабли, груженные богатыми товарами. В удобной, защищенной от ветров бухте бросали они якоря. До трехсот парусников собиралось у причалов комбая. С утра и до позднего вечера шумел Восточный базар. Торговали всем – и хлебом, и хлопком, и диковинным, редким, дорогим товаром. «Камбай – пристань всему Индийскому морю», запишет тверской купец Афанасий Никитин. «А товар в нем всяк делают. Ткани разные, олачи да пестриди, да бумажную набойную ткань, да делают краску индиго. В нем же родится лакх, сердолик и гвоздика. Да, все здесь для Руси дешево. Диковинные ткани, шитые золотом, которые шли на царские да боярские одежды, и редчайшие краски – цены им не было в Твери да Московии. Что же выберет для себя купец Афанасий Никитин? Ничего. Нет товара для нашей земли. Загадочный странник. Всего несколько дней проведет он в комбайе и дальше в путь. А от комбая пошли мы к Чаулу. Путь от комбая к Чаулу вдоль западного побережья Индии на веслах, а если ветер попутный под парусами, занимал тогда две недели. Две недели, если Таву не выбрасывала волной наберег и не разбивала прибрежные скалы, если не нападали морские разбойники, путь вдоль всего побережья был опасен. Субтитры создавал DimaTorzok Чаул, крупнейший тогда порт на Малабарском берегу, входил в одну из восьми областей огромного бахманицкого царства. О богатстве и славе его султанов, об изобилии земель их, ходили легенды по всему Востоку. И самый ценный товар на Малабарском берегу – пряности, гвоздика, мускатный орех, кардамон, перец. Перец принесли из Индии воины Александра Македонского еще в III веке до н.э. И век за веком будут искать европейцы кратчайшие пути в страну несметных сокровищ. Испания и Португалия, Англия и Голландия будут посылать свои корабли в неведомый океан. Лишь немногие из них достигнут Малабарского берега. Одни погибнут в бурях, другие станут добычей пиратов. Но доходы, полученные от продажи пряностей, привезенных даже одним кораблем, покроют все потери. Купцы за счастье почитают привезти душистое сокровище. А купец Афанасий Никитин нет товара для нашей земли. День за днем, месяц за месяцем, через горные перевалы под палящим солнцем в самую глубь Индии идет Афанасий Никитин. Из Чаула сухим путем пошли до Пали, а от Пали до Умри, а от Умри до Джунира. И вот что поразило государева Дьяко Мамарева. Вот какие строки. И я, грешный, привез жеребца в индийскую землю. А стоил он мне сто рублей. Сто рублей. Да это треть годового дохода Макарьевского монастыря. Откуда такие деньги у ограбленного до нитки купца? И вот что случилось дальше. Хан Джунирский узнал, что под именем Хаджи Юсуфа скрывается христианин. И сказал, если не примешь нашей магометанской веры, то и жеребца возьму и тысячу золотых с твоей головы возьму. И чудо явилось. Приехал хоросанец Хаджа Мухаммед и заступился за Афанасия. Упросил хана, чтобы и в веру не обращали, и жеребца отдали. Так вот какого человека послал великий князь Тверской. Даже здесь действуют грамоты охранные. Может, он и не купец вовсе, и не товар ищет. Но что тогда? Но молчат записки. Только путь отмечает этот загадочный странник. А из Джунира пошли к Бедару и шли месяц. Бедар же их столица мусульманского Индостана. Город этот велик и людей в нем много. В крепости султана семеро ворот, а в воротах сидит по сто сторожей до сто песцов индусов. Одни записывают, кто войдет, другие записывают, кто выйдет, а чужестранцев в крепость не пускают. Но проходит же чужестранец Афанасий Никитин. И здесь его защищают. Грамоты Харасанские. Бедаре же пробыл и о четыре месяца и договорился с индусами пойти к Парвату. Это их Иерусалим, а по-мусульмански Мекка, где их святыня Будхана. Туда же ходил месяц. А сама Будхана весьма велика, с пол Твери будет, каменная, и вырезаны по ней деяния Бутовы, как Будд чудеса творил. Съезжается к Будхане всех людей сто тысяч, а бывает время, когда и несметное число. И все подробно запишет Афанасий. И как молятся, и какие обряды совершают, какие законы чтут. И опять поразился государев диак, читая такие строки. Будд каменный руку поднял высоко и простер, как царь Юстиниан в Царьграде. Где только не побывал этот загадочный странник. Все веры знают, все сам повидал. Так что же задумал великий князь Тверской, посылая своего человека в далекую Индию. А Афанасий Никитин снова возвращается в Бидар. Праздник в Великом Бидаре Байрам мусульманский. Султан с визирами выехал на прогулку. Людей великое множество. И перед ним певцы идут, и плясунов много. И есть у них одно место, где раз в год устраивается базар, куда съезжается вся страна индийская торговать. И торгуют десять дней. Всякий товар свозят. Всякий товар продают здесь и покупают. Так вот, чего ждал купец Афанасий, пробыв почти полгода в Бидаре. Торга великого. Да, так оно и есть. Я жеребца своего продал в Бидаре. Шестьдесят восемь футунов, золотых монет, целое состояние получил за жеребца Тверской купец. А что же он купит на великом торге в Бидаре? Опять ничего. Мне солгали псы-бусурмане. Говорили, что много всяких нужных нам товаров. Но оказалось, что ничего нет для нашей земли. Весь товар только для мусульманской земли. Перец и краска дешевы. Иной купли здесь нет. И все-таки ясно теперь. Что-то ищет купец Афанасий. Ведь беспокоится же он. Они нам не дадут провести без пошлины. А пошлины высокие. Но нет в Бидаре нужного товара и снова в путь отправляется странник. И кричат уже листки Афанасий о всех тяготах долгого странствия. Горя мне окаянному, что от пути истинного заблудился, а другого пути не знаю. Ничего добродетельного в нужде той не сотворил я тебе, Господи, Боже мой, и дни свои прожил во зле. На тебя уповаю. Спаси меня, Господи. Вот тогда-то в тоске и отчаянии запишет он «В пятый же день Пасхи надумал я идти на Русь». Значит, весной 1471 года, после пяти лет тяжелейшего хождения и, очевидно, не выполнив особого задания великого князя Тверского, отправляется Афанасий Никитин в обратный путь. Но вот что странно, вот на что обратит внимание государев Диак. Пойдет-то он обратно незнакомым уже привычным путем, а вслед за воинством индийским в соседнее княжество Виджаянагар, которое ведет войну против мусульман. «И город Виджаянагар на горе весьма велик», запишет Афанасий Никитин. «Около него три рва, да сквозь него река течет, а вокруг джунгли непроходимые». Легендарный Виджаянагар был построен на том месте, где вечно пребывает богиня счастья Лакшми. Пышные дворцы и величественные храмы возвышались над буйной тропической растительностью. В подвалах дворцов рассказывали путешественники, хранилось золото в слитках и драгоценные камни в мешках. Царям Виджаянагара принадлежала большая часть полуострова от Малабарского до Карамандельского берега. Виджаянагар Виджаянагар в самом сердце Индии, неподалеку от Виджаянагара, в недоступных горах, находились алмазные копии таинственной Галконды. Так может она, сказочная Каилконда, страна несметных сокровищ, манила загадочного странника? Но об этом наш следующий рассказ. КОНЕЦ КОНЕЦ